Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тилим, 118 псалом. Первое, что написано в этом псалме, рекомендуется читать, чтобы найти правильный ответ и развеять все сомнения, когда у тебя такие есть. Написана интересная вещь в 118 псалме, он отбеливает беду. Что значит отбеливает беду? Если кто помнит, был такой козел отпущения. Брали козла, на нем вешали такую красную ниточку и его сбрасывали со скалы в пустыне и становилась она белая, что означало, что Бог принял раскаяние народа. И вот подобно вот этой красной шерстной нити в Йом-Кипур, говорится, что 118 псалом имеет такие свойства отбеливать беду. Еще Тилим 118 преимущество правой стороны. 16 пасук, он говорит, правая рука к Богу вознесена и так далее. Учит хазали, что на основании этого пасука, что пусть все повороты человека будут в правую сторону. Что имеется ввиду? Когда обувается человек, сначала обувает правую. Когда одевается, особенно написано перед шабатом, возьми одежду в правую руку, потом перехватывай в левую. Пусть сначала правая рука вставляет, потом левая. То же самое столито. Сначала правая и так далее. Во время обувения рук взять сосуд, обычно берут правой рукой, наполняют, перекладывают в левую и начинают лить. И так все. Вначале должна быть правая сторона. И написано, что при этом ты как бы подчеркиваешь, усиливаешь правую сторону, еще если понимаешь, что это 16 пасук 118 вот этого псалма, правая рука Бога вознесена и несет успех. Что еще? Злое начало, 118, 13 пасук этого псалма, сильно толкнул меня, чтобы упал, но Господь меня спас. Говорит Раби Элизер, разве правильно написано, разве Всевышний толкал Давида? Почему, говорится, ты меня отталкивал? Как это понимаете? Отвечают, что это злое начало, нечистая сила подталкивать человека сойти с пути, ведущего от Всевышнего. Злое начало, я царра. И оно пытается оттолкнуть его от Всевышнего, посылая многочисленные неприятности там и так далее. Но Всевышний хозяин, и какие бы беды и неприятности не настигали человека, он должен понимать, есть хозяин Всевышний, если беды пришли, то это одно. Хозяин позволил им прийти, чтобы мы могли опомниться, исправить, подняться еще на одну ступеньку и победить злое начало. Человек должен остерегаться злового начала, и тогда Всевышний убережет его от Всевышнего пути. Об этом в псалме написана уникальная вещь, что много чудесных свойств у этого псалма, и он дает духовную силу и энергию для всяких дел и целей. Это написано в древней книге. Что еще? 17-й посуд. Не умру я буду рассказывать, буду жить, я не умру. Но люди смертны, о чем говорит этот псалм? Написали мудрецы, что бывает человек давно уже умер, ему никто об этом не сказал. Он продолжает жить, ходит на службу, растет детей, душа давно мертва. И об этом говорил царь Давид. Мало того, что я не умру, так еще и жить буду. Написано, что это очень сильный псалмом для спора с атеистами, для спасения от всяких царот проблем, цуресов. Что еще? Есть уникальная сгула. Рамбам, например, вообще не давал никогда псалмы. Всякие сгулот, приметы и так далее. И вот если он подтвердил и дал эту примету, она действительно практически написана бандук минусы, проверенная сгула. Какая? Если у человека есть сомнения, будет ли удача в любом деле, в каком, бизнес, покупка квартиры и так далее, возьми 118-й псалмом и прочти 7 раз от 5-го по сука до 14-го. Вот если прочтет этот человек с 5-го по 14-го 7 раз, будет гладко, не будет ошибок, это знак, что обязательно в сделке будет удача. А если нет, продолжай молиться. Рамбам. Ну, последнее, что есть по этому псалму, это для помощи на суде близкому человеку произнести несколько раз 118-й псалм, и это помогает. Вообще написано, помогает для победы и удачи. Брахава и отслаха. 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 Продолжение следует...